здравствуйте друзья добрый вечер еще светло правда я вот сегодня пораньше с работы ушел там дела есть всяким и вот что хотел рассказать значит у нас иногда пропадал как бы на половину звук видео то есть одно ухо есть второго уха нет и почему это происходило потому что когда-то я купил микрофончик так вот эти петличку небольшим вот и в те времена микрофончик был еще моно потом микрофончик этот в камеру gopro начни вставлялся тогда я купил такой переходничок из что там у нас обычного такого штекера значит он переводит в mini usb в общем я не пользовался практически микрофона я когда-то купил его имею ввиду чтобы шума было меньше на дороге знает так вот куда-то взять микрофон чтобы с автомобиля туда не шло ну и как-то забросил а потом когда мы стали со светланой вместе наговаривать видео получается такая история вот я сижу вот у меня камеры передо мной а светлана вот тут вот там соответственно у нее и так голос тише а тут еще и расстояние больше и мне говорят ее не слышно тогда я вспомнил что у меня есть микрофон и микрофон этот вот тут на значит вот к зеркальцу значит мы его цепляли и он оказывался ближе к светлане соответственно как-то может быть ее было лучше слышно чем меня я же там не знаю зависело но да самое главное то что получается вот едем обычно мы со светланой и записываем что-то когда едем либо в сан-франциско либо в санта-круз и все это происходит вечером я не люблю оставлять видео на следующий день поэтому стараюсь как можно значит по возможности слепить все это дело до того как пойти спать и там уже знаете во время монтажа поскольку их там сразу несколько сюжетов получается не один там на один так ты помнишь а там когда сразу пять или шесть или семь то где-то в парочке ты забываешь послать с левого уха направо тоже добавить и получается в левом ухе звук есть а правду в правом нет то есть микрофон который значит моно пишет звук идет влево в общем я подумал что это нужно технически решать а не тем чтобы мозги были все время заняты пропаданием и не пропаданием звука поэтому я приобрел другой микрофончик который уже стерео вот мы сейчас с ним разговариваем вы меня слышите в этот стерео микрофончик и это будет наша таскать проба пера проба пера как работает камера со своим стерео микрофончиком вы знаете с тем что встроен а вот это выносной таким образом значит мы технически преодолеваем вот эту проблему и самое главное что мы теперь сможем со светланой когда разговариваем значит сможем где-то тут его прицепить чтобы нас обоих было более-менее слышно я надеюсь ну в общем такие технические подвижки я с утра сегодня видео не делал потому что как-то некоторое опустошение у меня было после похода в ночное вот так вот походом в ночное я называю прямую трансляцию которая приключилась у нас ночью то есть я за минут 40 до полуночи сказал что вот в пол в полночь по на по местному в 11 по москве я пойду там отвечать на вопросы если есть и я думал час вот честно у меня в голове была мысль что это часок должно продлиться не больше а поскольку уже была полночи светлана пошла спать она как бы за мной не доглядела я протрепался до 2 30 ночи ну и как бы некоторые выводы мне пришли в голову на почве этого поскольку пришлось с утра объясняться да значит первое что я понял что начинать в полночь это поздновато будет второе что я понял что надо ограничиваться часом и как бы не тратить время там на приветы тоже там очень много всяких привет из самых разных мест наши необъятные планеты но в основном конечно из отечества советского разных уголков но да все-таки больше сосредоточиться на на вопросах тем более что вопрос на самом деле были хорошие и то есть как бы много хороших было вопросов я был на самом деле очень доволен именно этой частью это именно то почему мне не хотелось почему мне не хотелось так вот прям строго там прервать и уже развернуться я фактически ответил на все вопросы то есть дошло до такой точки когда вопросов больше не осталось то есть вот я исчерпал весь список там какая-то такая очередь накопилась и вот я так медленно шел один за другим и в конечном счете мы эту очередь победили за два с половиной часа поэтому я с одной стороны этим обстоятельствам очень доволен и тем что вопросы хорошие тоже доволен а то что вот как бы сказать то что долго получилось это неправильно так так жить нельзя вот я с утра обычно у меня такое видео разминочное а тут ничего нету ну конечно можно сказать вот пусть там два с половиной часа смотрят вот тот разговор конечно можно и так вот устал ну вот наверное такие у нас в основном новости ничего больше я так припомнить не могу ну из новостей таких школьных могу сказать что нам на все туалеты повесили такие кодовые замки может ну там собственно их было два мужской женский внизу и мужской женский наверху и мы в общем-то верхнем то и не пользовались ну то есть как бы это как бы не наш территория но бывает иногда знать как вот ну я могу сказать что может быть я за неделю пару раз там шел наверх потому что скажем внизу там было забито таскать а потом будет она уборщица убирает она часто убирает у нас там трафик большой народу вот и она там может быть раз в час там не на 10 минут там убирает кроме того и потом пол мокрый там стоит сохнет там не заходит кроме того у нас соседи на первом этаже одни съехали а другие заехали и те которые заехали у них такой абсолютно open space такое громадное пространство наверное раза так боюсь соврать 4 как у нас но внутри как минимум вот и там сидят мужики одни там ни одной девочки я не видел вот сидят там куча мужиков и соответственно на на мужской туалет нагрузка большая женский мы нагружаем да у нас студентки в основном девушки а тут вот значит такое дело что если верхний туалет совсем исключить то как бы получается что теряется некоторая гибкость вот я я уже не говорю о том что они могут ту же самую проблему попасть там они тоже могут прийти и заняты я не знаю что нет какие-то женщины жаловались вот что наши студентки там вот на втором этаже а у нас там перерыв 10 минут сколько мы там в течение дня вообще можем быть я даже не знаю какая-то ерунда но они такая знаете такой нации ставил такой менеджмент то есть они вообще не обсуждают не разговаривают не не пытаются найти разговор решение какое-то они так и жах его замки повесили надо же так ну я конечно знаю код от второго этажа чё там грешить значит спросил там у кого надо мне рассказали то есть если приспичит я знаю куда деваться но вообще сам по себе стиль вот этот вот меня удивил и я так вступил в переписку с менеджментом причем строго вступил так как бы я говорю почему дискриминация почему вот такое дело почему там вот та контора которая на первом этаже заехала она на втором тоже половина второго этажа у них поэтому я говорю что же люди значит которые из той конторы они друг от друга же не прячут правильно они имеют доступ в оба а мы значит только в один очень дискриминации самое интересное что мы оплачиваем это называется day porter значит мы оплачиваем женщину которая обслуживает вот вытирает протирает подметает она заходит в офис там перемывает посуду и так далее то есть такая грубо говоря уборщица санитарка который обслуживает весь билдинг в течение рабочего дня она full time то есть менеджмент компания с нас берет деньги за нее ну потому что мы создаем проблему тем что нас много а дальше она обслуживает уже весь билдинг и я я ему написал я говорю ребята вы так странно поступаете бы если раньше я понимал что мы иногда пользуемся вторым этажом тоже я хоть понимал за что мы деньги платим я сейчас я перестал понимать почему я должен оплачивать уборку там второго этажа если нам туда как бы ходу нет ну то есть странно вот поэтому я все строго изложил но надо сказать что это не те люди которые сильно в состоянии вникать то есть они не хотят они добросовестно пытаются но они не в состоянии значит мы с ними подписывали контракт я рассказывал да что у нас там истек контракт пятилетний и дальше надо сделать новый на следующие пять лет и они имеют право то есть мы имеем право продлить еще на пять они имеют право нам сдавать уже по рыночной цене то есть надо установить рыночную цену и так далее и так далее мы с ними там упорно торговали с этой рыночной ценой но дальше они начисто вместо того чтобы как по контракту положено там за четыре месяца до обновления контракта они должны сесть с нами обсудить как что чего значит вместо этого они нам просто за три недели до конца не за 4 месяца за три недели они нам присылают бумажки на подпись что мы должны подписать вот на их условиях мы должны подписать то есть это и такая ерунда получается и мало того то что они присылают нам подписать содержит неправильный square footage то есть грубо говоря так они говорят вот вот тебе цена за квадратный метр квадратный фут в нашем случае а в контракте у меня их больше чем было пять лет назад в предыдущем контракте то есть как бы получается распухла как бы территория а я вам точно скажу она больше не стало это железобетон где там где там чего распухнуть могло в общем между прочим распухла там на 500 долларов в месяц вот представьте себе контракт на пять лет значит это что 60 месяцев по 500 долларов это что получается 30 тысяч за пять лет просто так вот потому что распухла железобетонная плита там в основании что происходит я им наверное раза четыре писал и значит и они все время да 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 спасибо что вы сказали присылают новые и там тоже самое причем постоянно год вот мы прикладываем тебе значит анализ там рыночных цен на двух страницах приложения нет никакого ноль ничего нет я по имейлу пишу вы там не прислали я вот так не увидел кстати ну в общем но они нам немножко скинули поэтому так то есть вот это вот коммуникейший знать когда пишет там в job description я раньше не понимал пишет excellent communication skills и я думал это наверное говорят иностранцы пожалуйста не обращайтесь который там с акцентом можете ли чего-то вот сейчас я понимаю что дело совсем другом просто есть люди которых язык родной но они никак не могут значит и там на втором этаже есть дядька один наш сосед такой мы с ним дружим он заходит там факс послать там не хватает что-то я то факс пошлет то там микроволновкой нашей воспользуется такой интересный мужик и вот он значит говорит слушаю вот у тебя там этот контракт пришел к обновлению я года а то год у меня через полгода тоже говорит он вот расскажи как это происходило все я ему рассказываю потом он встречает меня и так и ну как ну как ну как я могу представляешь там четыре раза присылают контракта скверфуты не те и и соответственно цена посчитана неправильно на ней там весь расчет и вот все эти цифры неправильные он говорит майкл мой те совет возьми то что они тебе прислали и своей рукой прямо ручкой прямо вот на их контракте прямо ручкой переправь подпиши и пошли им обратно я гоню же это думаешь что вот на таком уровне он говорит попробуй он говорит есть шанс что действительно они не в состоянии вот им надо написать что я им написал и что вы себе думаете значит отправил рукой с калькулятором сел там вот отправил им и они мне прислали с моими цифрами вот вот представьте себе вот вот все что я им написал все они мне прислали значит хотя тоже дед напутали но уже совсем там чисто технически по мелочи там и так далее вот так что я к чему говорю они искренние они они просто не в состоянии вот у нас был у бабушки моей сосед был в коммунальной квартире у него был код а тогда знаете время такое было слякоть грязь там вот этот подмосковье они жили в городе электросталь такой есть и там значит носили тогда калоши тогда было очень модно носить калоши не только дети вот такие как я там по снегу по грязи нет а взрослые тоже надевали калоши обувь знаете как это дорого было в общем на обувь калоши чтобы берегли обувь и ему кот помочился в эту калошу так в коридоре стоял он помочился и он этого кота ужасно ругался так у них такое общение происходило на него орал и бабушка ему говорит что вы кричите на кота это же животное битвы лучше уберите вашей калоши же он туда уже не мог пописать вот поэтому я что хочу сказать значит но вот такие люди понимаете что бессмысленно обижаться и как бы нереалистично ожидать что-то такого знаете что они вот сейчас ну как то вот изменится и вдруг начнут что-то нормально делать в общем такая история пока это все происходило сняли их начальником у них был начальник так его уволили вот но такой более высокий начальник а тот начальник который вот у нас непосредственно в нашем билдинге вот она пока на месте я уже думаю как бы хуже не было за чем может так случится раз и хуже будет да а вот эта контора которая у нас на первом этаже живет тоже так интересно я вот на них смотрю там не только ни одной женщины нет там ни одного нет афроамериканца ни одного нет азиата вообще не никакого вот не японцы не китайцы не не ничего вот просто такие белые мужики молодежи тоже нет такие уже они постарше ну скажем так 40 там 45 вот такие прям целая контора таких компьютерных мужиков белых так что даже не знаю что они делают я пытался спросить там у кого-то в коридоре они так рукой машет не надо тебе и так и не рассказали я думаю вас практикантов возьму знаете как бывает люди у компьютеров сидят может тестеры нужны но нет нет так что вот такая такая вот друзья у нас идет интересная содержательная жизнь вокруг микрофонов камер туалетов я кстати завел еще батареечку запасную для камеры gopro потому что даже если я еду без экранчика то есть с экранчиком если я буду смотреть в экран ее хватит на полчаса этой батареечке полчаса записи без экранчика ее хватает ну часа на полтора вполне да так вот я завел значит дополнительно батарею чтобы дать его одежда сан-франциско чтобы туда можно было записать и обратно тоже а то получается что значит на обратно уже батареечки нету и завел еще одну дискетку дискетку чтобы туда вставить если что потому что если я полностью там натреплю на одну дискетку так чтоб у меня запасная было в общем короче друзья мы становимся более мощными более мощными а говорильные способности у нас хватит на много батареек и на много дискеток единственно что хочется чтобы темы были хорошие вопросы хорошие у нас бывают такие ближе к философскому вот но так как то все больше как один леденец мы так облизываем облизываем один и тот же леденец так одним боком повернем другим боком а вроде леденец на той же палочки там такой иммиграционный леденец ну что ж наверное вот все и возвращаясь к трансляциям там очень много разнообразия вопросов причем довольно много вопросов которые абсолютно бессмысленно например мне задавать там про визы что-то на интервью там пойти там или деньги перевести там еще что-то я думаю что мы должны будем для онлайновых трансляций просто четко задать тематику не обязательно на каждую отдельную встречу тематику но мы должны сказать что вот есть вещи которые мы обсуждаем есть вещи которые мы не обсуждаем и я тогда буду просто по ходу движения игнорировать те вопросы которые за пределами тематики потому что я пока что пытался их так не дискриминируя значит просто по порядку отвечать вот так может быть даже интереснее будет слушать записи тем кто потом будет слушать записи счастливо и до скорых встреч а